Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Эльвира Фазлеева. И сегодня мы покажем, как Лада после столкновения перевернулась на крышу. Водитель Весты не заметил его и произошло столкновение. Пострадали три человека, в том числе и пятилетний ребенок. Неудачный день. Из-за неоплаченных штрафов на 11 тысяч у казанца арестовали две машины. Не обратил внимания на съемку. Угон машины под объективами видеокамер. Это и не только. Прямо сейчас. Три человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали сегодня во время крупной аварии. На пересечении улиц маршала Чуйкова и Мусина столкнулись две Лады. Приора и Веста. Последний в результате удара перевернулся. Как и почему такое могло произойти, узнавала Алина Бережная. Получается, водитель Приоры на моргающий зеленый пролетал. Видимо, водитель Весты не заметил его и произошло столкновение. Все произошло на его глазах. Мужчина рассказывает, ехал по улице маршала Чуйкова. На перекрестке с Мусина заметил, как ехавший впереди него автомобиль Лада Приора хотел проехать прямо на моргающий зеленый сигнал светофора. Несколько встречных автомобилей, поворачивающих с Чуйкова на Мусина, его пропустили, как требует правило. А водитель Лады Веста нажал на газ. В результате удара в правую переднюю дверь Веста перевернулась. По-моему, не прав водитель Лады Весты. Поскольку человек совершал маневр, да? Ну да, конечно. И тем более, помеха справа была у водителя Весты. Но ее водитель свою вину признавать не спешил. У него был свой взгляд на произошедшее. У меня 20 детей, из которых выглядели, что когда загорелся, здравствуй, я полюбил. В аварии пострадали пассажиры Лады Веста. Это 5-летний ребенок и 27-летняя девушка. Также досталась и водителю Лады Приора. Сейчас участников происшествия ждет разбор в автоинспекции. Выявить виновников помогут камеры видеонаблюдения. Алина Бережная, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Неоплаченные штрафы на 11 тысяч рублей перевели к выявлению долгов на сотни тысяч последующих нарушений и аресту сразу двух автомобилей. Не самый удачный день сегодня выдался у 40-летнего казанца, вовремя не заплатившего за нарушение правил дорожного движения. После ареста одной машины он сел на другую. Но делать этого, как выяснили автоинспекторы, не имел права. И далеко уехать у мужчины не получилось. Почему, расскажет Альбина Минебаева. Внедорожник Акура, принадлежащий 40-летнему мужчине, автоинспекторы и судебные приставы обнаружили в одном из дворов на проспекте Ямашева. Машину искали специально. Ее владелец задолжил 11 тысяч рублей по штрафам за нарушение правил движения. Владелец признал, мол, виноват и уже сегодня все оплатит. Затем версия поменялась. Штрафы были вообще-то оплачены. Я вам сейчас 10 бумаг покажу, что они были оплачены. Приставы были непреклонны, документов не увидели. Транспортное средство арестовали. Ездить на нем он не сможет, пока не подтвердит оплату всех штрафов. Он не может, это транспортное средство, он не может им пользоваться, соответственно. И оно остается на ответственном хранении, то есть на этом парковочном месте, где его записали. Автоинспекторы, в свою очередь, пробили мужчину по своим базам данных и установили, срок действия его водительского удостоверения закончился уже больше месяца назад. И сильно удивились, увидев его через несколько минут за рулем другой, также принадлежащей ему машины. На основе данное транспортное средство водитель, подъявить водительское удостоверение, отказался. В связи с этим был составлен административный материал по чести первой статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о государственных правовышениях, который влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Есть еще помимо штраф другие станки. Это у вас взыскание задолженности, пользу в педисе. Эти долги превышают 200 тысяч рублей. Мужчина, конечно, обещал все отдать в самое ближайшее время, но чтобы слова не расходились с делом, приставы арестовали и эту машину. Если в течение нескольких дней он не выполнит обещаний, автомобили будут выставлены на продажу, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Альбина Менебаева, Анафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Угнали машину. С таким заявлением житель Казани обратился в полицию в начале апреля. Его автомобиль исчез ночью практически из-под окон. Похитителя не смутили даже камеры видеонаблюдения, которые были направлены практически прямо на автомобиль. Сергей Хайдаров посмотрел, как похитили иномарку. Именно эти съемки и вывели полицейских на подозреваемого. На видеозаписи видно, как мужчина, подойдя к машине, открывает дверь и через несколько секунд уезжает на чужой машине. Полицейскими был проведен ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Выйти на след злоумышленников удалось изучить записи, изъятые с камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый Казанец. Его задержали. На допросе он признался, что в планах было продать автомобиль. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сам автомобиль уже возвращен законному владельцу. Сергей Хайдаров, Вызов 112. Рано утром рядом с перекрестком улиц Назарбаева и Хадид Акташа сгорел автомобиль. Очевидцы происшествия поделились своими видеосъемками. Автомобиль, по сообщениям пользователей социальных сетей, загорелся после столкновения со столбом. За рулем находилась девушка. По предварительным данным, в происшествии никто серьезно не пострадал. Тушить же машину автомобильными огнетушителями было уже бесполезно, уверяли свидетели происшествия. Поэтому и оставалось только снимать происходящее на видео. Световозвращающий жилет с последними изменениями правил дорожного движения стал обязательным атрибутом комплектации автомобиля наравне с аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком. Внесли изменения в ПДД именно для того, чтобы во время вынужденной остановки за пределами населенных пунктов ночью людей на трассе было видно издалека. Сегодня автоинспекторы проверили, насколько казанцы осведомлены о новых правилах и есть ли у них жилеты. Нафиса Минязова внимательно наблюдала. Я подумала, что я что-то хорошо вроде всех пропустила. Это чувство возникло не только у Гульнары Тимофеевой. Каждый из водителей вначале думал, что остановили его за нарушение правил дорожного движения. Однако предположения вскоре развеялись. Автоинспекторы вербально и материально доносили до водителя последние изменения в правилах дорожного движения. Знаете ли вы, что в ненаселенных пунктах в темное время суток водитель должен пользоваться жилетом со свето-возвращающими элементами? Вот он слышал больше. Не слышали, да? То есть от 12 декабря 2017 года постановление правительства 1524 внесли эти изменения. У вас есть с собой такие жилеты? В темное время суток есть, вдруг ДТП случится? Нет? Тогда мы от Госавтоинспекции вам сделаем такой подарок, он вам пригодится при выезде за город. У большинства остановленных автомобилистов свето-возвращающий жилет отсутствовал. Однако встречались и такие, кто уже до изменений в правилах дорожного движения решил приобрести его себе. Дело говорят не в ПДД. Просто ночью на трассе страшно за свою жизнь. Сами знают, что заметить человека в таких условиях очень сложно. Когда на дороге попадаешься и что-нибудь произойдет, тебе надо выходить. Это просто самозлашение, что ли. Сегодня автолюбителям были подарены вот такие памятки для водителей. Детская газета с правилами дорожного движения, а также жилет со свето-возвращающими элементами. Которые, как отметили самые водители, так необходим в темное время суток, особенно во время дорожно-транспортных происшествий и при вынужденных остановках. Согласно постановлению правительства от 12 декабря 2017 года под за номером 1524 о внесении изменения правил дорожного движения Российской Федерации водитель при вынужденной обстановке, а также при ДТП в темное время суток вне города должен использовать, а также иметь при себе свето-возвращающие элементы. Постановление вступило в законную силу 16 марта. К слову пешеходов, в темное время суток за городом носить одежду со свето-возвращающими элементами законодательно обязали уже давно. Статистика наездов не радует. Теперь при вынужденной остановке в темном месте жилет обязаны надевать и водители. В противном случае чисто теоретические нарушители могут оштрафовать на 500 рублей по статье 1229 Кодекса об административных правонарушениях. При этом обязать иметь жилет всегда при себе никто не может, но при техническом осмотре автомобиля его наличие будут проверять наравне с аптечкой и огнетушителем. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, Вызов 112. Как сделать зрелищным испорченный сюрприз? Почему не стоит делать фотографии вблизи обезьян? И что может сделать пёс, оставшись в одиночестве в салоне автомобиля? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Преподнесли сюрприз не так, как хотели. В американском ресторане повара решили удивить своих посетителей зрелищным шоу. Показав публике полыхающую еду, сотрудники пенсейного заведения забыли о противопожарных датчиках. Хоть работники ресторана такого не готовили, публика всё же по достоинству оценила необычное представление. Прежде чем делать фотографии в Индонезии, стоит осмотреться, иначе можно попасть в похожую ситуацию. Судя по поведению обезьян, она делает это не в первый раз и явно ждёт, что ей предложат что-либо взамен. Если в Индонезии животные воруют, то в Китае провоцируют ДТП. Водитель этого транспорта не стал глушить двигатель, а ещё он оставил в салоне собаку, после чего отлучился на пару минут. Этого хватило, чтобы собака нажала на педаль газа и разнесла в соседний магазин. Чтобы псы не угоняли автомобили, лучше держать их на пассажирском сидении, можно даже на мотоциклах. Именно так сделал автор этого видео. Несмотря на скоростную езду, хвостатый пассажир не сорвался и продолжал наслаждаться поездкой. Лина Зинатульна, Вызов 112. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.